Здравствуйте! Оптимистичный взгляд на жизнь, стремление к здоровой и полноценной жизни, отличное настроение и вера в лучшее. Всё это программа «Это здорово». Будьте с нами в ближайшие 17 минут. Её лечебные свойства подтверждены Российской Академией Медицинских Наук. Шмаковка номер один. Целебная вода от природы. Уверенный, лёгкий шаг. Вот что, по мнению психологов, отличает успешного и довольного жизни человека. Берём под контроль свою походку. Ведь, как говорил Антон Павлович Чехов, в человеке должно быть всё прекрасно. Продолжение следует... Широкий ряд специальных корректоров для стопы, ортопедическая обувь для работы и дома состоит из высококлассных изделий известных фирм. Преимущество ортопедической обуви заключается в том, что она позволяет поддержать своды стопы в правильном положении на протяжении всего дня. Это позволяет снизить нагрузку суставов и позвоночников и предупредить развитие плоскостопия. Благодаря своей форме такая стелька заставляет стопу принять нормальное положение. Кровообращения в мышцах улучшаются, исчезают отёки, ноги меньше устают. Обувь с такой стелькой полезна при плоскостопии, болезненных выпирающих косточках, постоянных мозолях. Приятным завершением визита в салон станет массаж стоп. Отличным выходом из положения могут стать и массажёры для домашнего пользования. Позаботьтесь о здоровье своих ног и лёгкой походке уже сегодня. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Всемирный день сердца, который традиционно отмечают во всём мире в конце сентября, призывает каждого более трепетнее относиться к своему здоровью и образу жизни. В условиях повышенных нагрузок, стрессов и неправильного питания особая забота необходима самому главному человеческому органу – сердцу. Сегодня в России хронической сердечно-сосудистой недостаточностью страдают более 9 миллионов человек. Сердечная недостаточность – это неспецифический симптомокомплекс, который сопровождает многие заболевания и характеризуется снижением насосной функции сердца, проявляется одышкой, снижением толерантности к нагрузке, чувством нехватки воздуха при нагрузке. Основными причинами развития сердечной недостаточности в молодом возрасте являются воспалительные заболевания миокарда, нарушение ритма и также развитие пороков. В среднем возрасте, как правило, вызывает сердечную недостаточность артериальная гипертензия и в пожилом возрасте, как правило, ишемическая болезнь сердца. На фоне стенозирующего атеросклероза коронарных сосудов происходит ишемия миокарда и снижение его насосной функции. Из-за нарушения кровоснабжения страдают почки, печень, мышцы и центральная нервная система. Организму становится труднее выполнять простую физическую нагрузку. Больные с сердечной недостаточностью находятся под наблюдением кардиолога на протяжении всей своей жизни. У больных с артериальной гипертензией необходим постоянный контроль артериального давления. В молодом возрасте необходимо контролировать инфекционные заболевания, которые пациенты переносят, которые могут вызвать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. У пожилых пациентов с развитием сердечной недостаточности обязательно исследовать эхокардиографию, коронарографию для исключения стенозирующего атеросклероза коронарных артерий и своевременно восстанавливать коронарный кровоток. Сердечная недостаточность – это хроническое заболевание. При правильной организации лечения, питания и физической активности можно значительно снизить риск обострений, улучшив качество жизни. Очень важно исключать вредные привычки в молодом возрасте. Это алкоголь и курение. Также для профилактики сердечной недостаточности очень важно контролировать массу тела. То есть избыточная масса тела, ожирение сама по себе, особенно при выраженных степенях, третьей-четвертой степени, может сама по себе вызывать уже сердечную недостаточность. Также необходима коррекция уровня сахара у больных с сахарным диабетом и уровня артериального давления у больных с гипертонической болезнью. Оптимальными видами спорта являются аэробные динамические нагрузки. Это игровые виды спорта и виды спорта, связанные с перемещением тела по горизонтальной поверхности. Однако пульс при таких нагрузках не должен превышать 120-130 ударов в минуту. Иначе вместо укрепления сердечной мышцы можно получить совершенно обратный эффект. Сердце будет захлёбываться, не справляясь с ритмом, что может привести даже к приступу. Беговая дорожка, пилаты, сплавание, пешие прогулки – это самые полезные спортивные нагрузки. Кроме того, они способствуют понижению давления, улучшают работу лёгких и помогают одолеть стресс. Женское здоровье. Созданная самой природой система, которая дарит женщинам радость материнства и гармоничных отношений с партнёром. Вместе со специалистами обсудим проблему мастопатии и дадим ценные рекомендации. Казалось бы, 30-45 лет для женщины, возраст с самого рассвета и вдруг опасный диагноз – мастопатия. Для многих это звучит как приговор. Я всегда своим пациентам говорю, что мастопатия – это не то, чего надо так страшно бояться. С ней надо жить дружно. Самое главное на фоне мастопатии – не пропустить рак молочной железы. Потому что иногда, зачастую, мастопатия – тот нивелирующий фон, на фоне которого очень сложно выявить опухоль. Самое главное для женщины – это всё-таки ходить, наблюдаться. До 45 лет – это в обязательном порядке УЗИ молочных желёз. И раз в два года – маммография. После 45 лет – маммография один раз в год. Чаще всего коварный недуг возникает при изменении гормонального фона в организме. Одна из причин – современные женщины поздно рожают, мало кормят. Неизрасходованная молочная железа всю свою жизнь потом реагирует на избыточное количество гормонов, которые есть в организме женщины, такие вещи, как мастопатия. Сама по себе мастопатия не опасна. Она, конечно, требует контроля, но она не опасна. Имеется ещё какой-то ряд факторов. Генетическая предрасположенность, неправильный образ жизни. Тогда всё это вкупе может вызывать развитие злокачественных опухолей. Лечить мастопатию можно только совместно с гинекологами и эндокринологами. Потому что без нормализации гормонального фона, без лечения гиперпластических процессов эндометрия вылечить мастопатию невозможно. К сожалению, не все относятся к этому заболеванию с должным вниманием. Не выполняют рекомендации врача, не проходят соответствующего лечения. В итоге время упущено. Кроме классической операции при раке молочной железы, которую делают, наверное, во всей России, это полное удаление молочной железы. Мы восстанавливаем молочную железу пациентам. Причём делаем это совершенно бесплатно. У нас большое количество имплантов, возможностей, микрохирургических техник, с помощью которых мы это делаем. Мы всеми этими операциями владеем. Есть определённые стандарты сохранения молочной железы. То есть, если женщина укладывается в этот стандарт, а стандарт такой, что опухоль не более 2 см, и расположена тарелла не ближе, чем 2 см. В этой ситуации мы можем сохранить молочную железу без проблем. Весь мир идёт по этому пути, то есть добавить ещё какое-то лечение. Но для того, чтобы мы могли сохранить молочную железу, надо прийти вовремя. Важно понимать, что мастопатия редко существует сама по себе. Она лишь звено в цепи неполадок организма. Всем женщинам, независимо от возраста, необходимо обязательно каждый год посещать гинеколога, делать самостоятельное обследование груди, своевременно лечить сопутствующие заболевания. Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить здоровье, работоспособность и полноценную жизнь, говорил Гиппократ. А мы добавим о необходимости визита к лечащим врачам. Ведь, как известно, любую болезнь проще предупредить, чем лечить. В условиях современного ритма жизни, регулярных стрессов и привычного смога статистика женских болезней не удивляет. После посещения гинеколога каждая вторая женщина начинает длительную борьбу с недугами. Гинекологические, как и любые другие болезни, важно рассматривать, учитывая все особенности организма, возраст, телосложение, даже темперамент и образ жизни. Такого подхода уже не одно тысячелетие придерживаются китайские специалисты. Мы лечим не только болезни, но и пациентку в целом. В организме женщины все тесно взаимосвязано. Так заболевания щитовидной железы могут привести к нарушению работы яичников и бесплодию, зашлакованность кишечника к мастопатии. Огромный опыт работы и применения современных западных технологий позволяет нашим врачам успешно корректировать нарушения мистуального цикла, справляться с воспалениями придатков, эндометриозом, миомой, кистами, детально обследовать молочные железы. Благодаря уникальным методам диагностики и лечения китайская медицина пользуется особой популярностью у женщин во всем мире. Индивидуальная программа лечения для каждой пациентки включает в себя целый комплекс процедур, состоящих из очищения организма от шлаков и токсинов, нормализации питания и образа жизни, иглотерапии и лечения растительными препаратами. В Китае женщины могут одновременно восстановить репродуктивное здоровье и пройти приятные косметологические процедуры. Отважилась сделать на губы тату, бровки подчеркнула свои, мне очень понравилось. Будьте здоровыми и красивыми, и не забывайте лучше предупредить болезнь, чем лечить ее впоследствии. Нередко мы сталкиваемся с такими заболеваниями, которые требуют безотлагательных оперативных вмешательств. После страхов, сомнений, обследований пациент ложится в больницу и оказывается, что в большинстве случаев операция была не так страшна, как период до нее и, увы, после. Чтобы вернуться к полноценному образу жизни после хирургического вмешательства, организму, конечно же, нужно время. Но самое главное – правильные, умеренно активные действия. И, как показывает практика, для большинства людей послеоперационный период становится непосильно тяжелым периодом. О том, как сложно без помощи профессионалов вернуться к полноценной жизни, студент второго курса Дмитрий Шаманский узнал на своем личном опыте. Сделали операцию пластику передней крестообразной связки и резекцию латерального менинска 30%. Я сначала старался как-то его сам развить, но никак не получалось, потому что колено не поддавалось просто лечению. В основном все движения были каменные, не было никакой пластичности, и были постоянно боли. Уже на второй день восстановительных процедур, по словам Дмитрия, чувствуется значительное облегчение. К нам он поступил на занятия с инструктором, с ним занимаются методисты, определенный комплекс упражнений по разработке коленного сустава. И дополнительно в комплекс лечения включен это механотерапия, пассивно-активная механотерапия, которая позволяет нам в промежуток времени безболезненно совершенно для пациента разработать сустав и увеличить амплитуду его движения. Одним из важнейших методов послеоперационной реабилитации специалисты называют физиотерапевтические процедуры. Они способны оказать сильное обезболивающее действие, устранить отеки, привести в норму нарушенную работу систем организма. Я сейчас прохожу электростимуляцию, называется процедура. Ну, назначил доктор. Нахожусь я сейчас уже 4 дня здесь. Вот, собираюсь вторую неделю еще пройти. Вот, эффект очень хороший. Комплекс реабилитационных процедур зависит от каждого конкретного случая. Например, при кардиореабилитации, после оперативного лечения на сердце, аортокоронарного шунтирования, допустим, пациент получает комплекс, который входит. Это внутривенная лазерная терапия, восстановительная лечебная гимнастика, которая позволяет улучшить двигательную активность пациента, сухие углекислые ванны. Вот, допустим, после операции на межпозвонковых грыжах необходимо укрепить мышечный каркас, чтобы больше пациент не думал об этой проблеме. Это, опять же, подключается восстановительное лечение. Это лечебное плавание с инструктором по определенной схеме, по методикам. Это проведение физиотерапевтических процедур, работа на тренажерах и в зале с пациентами. Этап реабилитации призван закрепить эффект хирургического и медикаментозного лечения, полученного на стационарном этапе, адаптировать больного к предстоящим бытовым нагрузкам, что очень важно для людей преклонного возраста. Когда-то, в советские времена, после тяжелых операций было принято направлять пациента в санаторий для восстановления. Реабилитация после операции, в особенности на сердце, была обязательным пунктом в истории болезни. Врачи современности выступают за аналогичный подход и сегодня. Каждый из нас способен воспитать в себе умение радоваться жизни. А причина для радости, если захотеть, всегда найдется. С вами была программа «Это здорово». Смотрите нас в эфире общественного телевидения «Приморья» и на сайте otvprim.ru. Будьте здоровы и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!